Новую мировую реальность обсуждают сегодня в Ялте. Там стартовал уже пятый международный экономический форум. В этом году он собрал представителей почти 100 стран и интерес к тому, что происходит в Крыму, просто огромный. Растущие деловые контакты на полуострове лишний раз показывают, насколько неэффективным было решение Запада изолировать компании, работающие в Крыму. Даже обложенные санкциями, они находят все новые выходы и строят все новые связи. Из Ялты репортаж Виталия Катченко. На берегу Черного моря, на фоне живописных крымских гор, Ялта пятый год подряд собирает друзей со всего мира. На важнейшее экономическое мероприятие на территории полуострова приехали делегации из более чем 100 стран. Площадками форума стали Ливадийские и Воронцовские дворцы. Главная тема всех панельных дискуссий – это новая мировая реальность, где Крым неотделим от России. И с этим придется считаться всем. Крым стал новой точкой притяжения для деловых и политических элит. Символ пятого Ялтинского форума – объемный куб, чьи грани почередно открыли руководители Крыма и почетные приглашенные гости. Ялтинский международный экономический форум – на самом деле это такой инструмент, который позволяет нам на сегодняшний день пробивать все политические барьеры, которые сегодня возникают в мире. У нас сформировался сегодня форум друзей Крыма. Те люди, которые постоянно приезжают на форум и, мало того, которые возвращают свои страны, рассказывают о российском Крыме о том, что здесь происходит. Крым умеет удивлять и даже шокировать. Как вам вместо традиционной хлеба соли клубника, брокколи, хурма или инжир? Все экологически чистое и незамороженное. Урожай прошлогоднее на вкус как только с грядки или ветки. Здесь просто нет воды. А в остальном? В остальном мы оставили все абсолютно нетронутым. Наша технология позволяет не разрушать структуру продукта. Совместно с турецкими предпринимателями в Крыму будет построено фруктохранилище и агропромышленный комбинат. Несколько контрактов уже подписаны. Истинно, как известно вине, дегустируют местное крымское, но вскоре появится и вино из французских сортов винограда. Многие французские инвесторы приехали впервые. Это уже большой прорыв. Они убедились, что здесь все хорошо и совсем не так, как им рассказывают во Франции. Некоторые наши компании уже работают в Крыму через аффилированные фирмы. Влиятельный французский политик Терри Мариани сбился со счета. Сколько раз попадал под украинские санкции за посещение полуострова. На этот раз Киев попытался сорвать визит немецкой делегации, но они все равно приехали. Антироссийские санкции, по мнению бизнесменов и политиков из Европы, в первую очередь бьют по их странам. Европейские санкции должны быть сняты. Мы работаем над этим. Отмена санкций будет большим достижением. Я думаю, суть этого форума в наведении мостов для эффективного взаимодействия в будущем. Ялтинский форум – это еще и образовательная площадка в форме увлекательной деловой игры. Студенты за день проживают целый финансовый год. Каждому игроку предстоит принять 75 решений и вывести в лидеры. Свою компанию. Получает грант 500 тысяч рублей на свое образование. В любом вузе может применить. Также он получает возможность стажировки в российской компании в Гонконге. И самое главное, на мой взгляд, он получает себе наставника из числа участников МКОС и лидеры России. В ходе Ялтинского форума, как ожидается, будут подписаны договора почти на 100 миллиардов рублей. Это создание и новых туристических кластеров, сельскохозяйственных и судоходных компаний. Иностранные инвесторы в российском Крыму получают не только облегченный налоговый режим, но и личную поддержку властей полуострова. Виталий Каченко, Юрий Ламзин и Виктор Васин. Первый канал. Ялта.